Автор Миндбек Шаблиев. Категория «Образование». Автору блога, министру образования и науки Республики Казахстан Сагадиеву. В колледже обучаются участники программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 и 2021 годы. Однако некоторые участники программы недобросовестно исполняют внутренний распорядок колледжа. Длительное время не приходят на занятия без уважительной причины. Производится ли выплата стипендии участникам программы, которые по итогам семестра не были аттестованы? Согласно правилам, учебное заведение отчисляет участников программы по согласованию с районной или городской комиссией по следующей. Программа поддерживает безработную молодежь и детей из малоимущих семей. Поэтому сейчас 35% принятых нами студентов относятся к категории из малоимущих семей, 20% из многодетных семей и еще 17% это те студенты, которые не смогли поступить в вузы, выпускники 9-11 классов. В рамках программы студенты также обеспечиваются разовым питанием местами в общежитиях бесплатно и стипендии. Если говорить в разрезе профессий, на которые они поступили, то 30% из них выбрали сферу услуг, 25% профессии связанные со сферой транспорта, 20% выбрали строительные специальности, 15% специальности связанные с сельским хозяйством. Программа 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 Продолжение следует...